Посмотри, какое огромное количество ингредиентов стоит у меня на столе. Но пусть тебя это совершенно не пугает. Мы расправимся с ними на раз-два-три. Приготовим очень классные два блюда. Можно сказать, полноценный обед с десертом, с гарниром, все как положено. И результат, поверь мне, тебя удивит. И ты ни секундочки не пожалеешь, что потратил столько много времени на это все. Начну я с паленты. Палента – это кукурузная каша, в которой, в принципе, ничего нет, кроме кукурузной крупы и воды. Но я немножко модифицировала это дело. Я буду варить паленту в бульоне. Популярность, и вообще, как бы, да, узнали паленту тогда, когда кукуруза попала из Америки в Европу. Это был век где-то 16-й, пожалуй. И сначала она считалась едой бедняков. Но, распробовав со временем все это дело, она постепенно заняла очень, как сказать, очень важное место на кухнях и потом, конечно же, на столах гостей даже очень фешенебельных ресторанов. Как мы ее будем готовить? Я доведу до кипения бульон, всыплю туда нашу крупу, буду помешивать. И вот когда палента будет отходить от стены к кастрюле, тогда она будет готова. А что я буду с ней делать потом, вы все это узнаете и увидите. А на десерт я хочу приготовить тоже достаточно классическое блюдо, которое очень популярно в Германии и в Англии – имбирный кекс. Сначала мне для него нужно сделать… порежу я финики, порежу я свежий корень имбиря и залью все это дело крепким черным чаем. Вот я его сейчас очень мелко нарежу, такой он твердый, волокнистый. А ты, кстати, знаешь такую приправу кардамон, которая называется, коробочки такие с семенами? Совершенно недавно я узнала, что имбирь и кардамон – это одно и то же растение, представляешь? Вот таким вот образом очень мелко я нарезаю имбирь. Пошел черед фиников. Вот такая вот ароматность необыкновенная у нас получится. Как, не закипел ли наш бульон? Вот-вот уже практически закипает. Сейчас я буду добавлять в него поленту. Вот, забыла, как называется. К тому же финики еще и низкокалорийны. То есть люди, которые следят за своим весом и которым нельзя много сладкого, да, могут прекрасно заменить сладости этим замечательным фруктом. Вот так. А бульон к этому времени вскипел. Я начинаю постепенно, помешивая, всыпать поленту. Конечно, классический вариант – это специальный котелок медный, специальная деревянная ложка на длинной ручке. И она должна вариться в минут 40. Но у нас количество ее небольшое, поэтому вот смотри, я убавляю сейчас огонь, потому что… Она на меня брызгает. Нарезанные финики и имбирь я заливаю чаем, как я уже тебе рассказывала. Надеюсь, мой глазомер меня не подведет на этот раз. Залю чаем и отставлю минут на 10. Вот как-то так, да? Пока имбирь и финики пропитываются чаем, приготовлю непосредственно тесто для нашего кекса. Для этого мне потребуется масло сливочное с коричневым сахаром. Растираем. Проделываю я эту процедуру минут 5, чтобы сахар хорошенько растворился. Масло достаточно взбилось с сахаром, а полента наша разбухла. Смотри, какая она стала золотистая, однородная. И вот как она должна отходить от стенок. Вот ты видишь? Практически одним комом. Я возьму смазанную оливковым маслом вот такую большую форму. Выложу в нее готовую поленту. Таким вот образом. Так вот разровняю. Очень красиво получается. Вот так. Она должна выглядеть. И отправим ее в холод до той степени, пока она остынет и затвердет, потому что потом мы ее будем разрезать на куски и обжаривать на оливковом масле. В взбитое масло с сахаром я добавляю оставшиеся ингредиенты. Мука. Немного соды. Сушеный и молотый имбирь. Два яйца. И мед. Конечно, в идеале, то есть в настоящем рецепте идет этот имбирный кейк, патока темная или светлая. Но ее прекрасно можно заменить медом. Поверьте, результат будет таким же потрясающим. И на малых оборотах я это аккуратно взбиваю, чтобы получилась вот такая вот однородная масса. Но это еще не все. Ты помнишь, мы заливали чаем финики и имбирь? Сейчас я оставшийся чай солью. Добавляем туда. Ух, красота! Я думаю, что не стоит взбивать это миксером. Наверное, я перемешаю это аккуратно ложкой. Представляешь, какой насыщенный вкус будет у нашего кекса? Но это, кстати, еще не все. Пока он будет запекаться, я приготовлю очень вкусную карамельную подливку для него. Но о ней я расскажу немножко попроще. Форму для запекания, форму для кекса я уже выложила пекарской бумагой. Аккуратно перекладываю получившееся тесто. На мой вкус, сочетание светлой патоки или меда, как в нашем случае, и коричневого сахара идеально. Потому что, когда вы добавляете в этот кекс темную патоку, он получается таким вот горьковатым и резким на вкус. И отправляем его в духовку. И забываем минут примерно так на полчаса сорок. Забыла сказать, на 180 градусов. А не заняться ли мне курицей? Для того, чтобы приготовить эту нашу вкуснейшую курицу, которая, кстати, будет в вине, мне нужно сначала снять кожицу вот с этих вот замечательных куриных ножков. Злодей. Затем я обжарю их на растительном масле до золотистой корочки. Но тоже слегка, потому что потом они будут дотушиваться в очень вкусном винном соусе. Включаю плиту. Включила плиту. Наливаю на сковородку масло. И обжариваю наши куриные ножки до золотистой корочки. Вот такая кастрюлька, в ней я буду готовить соус. Выкладываю ножки. Ой, страшно-то как. Ну вот, ждем, когда они обжарятся. А пока я начну готовить соус. Лук. Сегодня очень хорошо, очень удобно. Не надо мелко резать. Да, лук, как вы успели заметить, красный. Для соуса мне также нужно в какой-то глубокой посудине, в данном случае кастрюле, разогреть немного оливкового масла. И старайтесь равномерно обжарить их. Их, то есть ножки куриные, да? В кастрюлю я выкладываю лук. Добавлю к луку красное вино. И бульон. Это дело все должно у нас, естественно, закипеть. И потом мы переложим в этот соус пожаренную курицу. Я думаю, что она уже достаточно поджарилась, поэтому я ее просто вот в таком же виде сниму с плиты. Вот так. Пока готовится соус, а курица наконец-то перестала шипеть, я с удовольствием тебе расскажу, как приготовить очень вкусный и ароматный итальянский соус, который называется красное песто. Для него нам потребуется 200 грамм вяленых помидоров в масле, 1 пучок базилика, пол пучка орегано свежего и 2-3 ложки столовых кедровых орехов, 50 грамм сыра пармезан, 120 миллилитров, не 125, 120 миллилитров оливкового масла. Ну и соль, конечно же, по вкусу. Все это дело перемолоть, конечно, по рецепту, как сказать, по классическому рецепту мы это все дело перетираем в ступки, пестиком. Но если у вас нет времени, пожалуйста, можете использовать и кухонный комбайн. Соус, посмотри, какой интересный он стал. Ты чувствуешь аромат вина? Нашу поджаристую румяную курочку я перекладываю в кастрюлю соусом. Обязательно приправляю солью и перцем, но не забывайте, что вы наливали в кастрюлю бульон. Если он у вас соленый, то, пожалуйста, солью очень аккуратно. Потрясающий аромат. Очень здорово. Как говорят итальянцы, прима. Итак, это все нам больше не понадобится. Пока курица будет тушиться в вине у нас минут 20-25, я, как уже говорила, приготовлю соус для нашего имбирного кекса. Для того, чтобы приготовить карамельный соус, мне нужно в сотейнике соединить три ингредиента. Сахар коричневый. Кусочек сливочного масла. И сливки. Сотейник я отправляю на плиту и жду, пока все ингредиенты станут однородными. После того, как наш соус закипит, он должен, так сказать, увариться. То есть стать коричневым и более густым. И к тому же, полента наша уже тоже готова. Посмотри, как она застыла. Превратился вот такой вот пласт. Ее сейчас я нарежу на такие порционные, обязательно острым ножом, на порционные квадраты. И обжарю на оливковом масле. За соусом нужно тщательно следить, потому что он очень быстро пригорает. Виноград я отделяю от веточек. И когда будет почти готова наша курица, я просто добавлю его в кастрюлю. Соус готов. Я его отставлю пока в сторону, чтобы он немного остыл. А пока что обжарю поленту для нашего замечательного горячего блюда. Немного оливкового масла, совсем чуть-чуть. Ждем, пока масло разогреется. И вот слегка обжарим поленту на растительном масле. А виноград я добавляю. Вот прям кастрюлю к нашей курице. Немножко даю ему протушиться, всему вместе. И можно будет пробовать. Ну вот, я думаю, что масло достаточно разогрелось. Видишь, какие красивые кусочки получаются. Ой, ну что, страшно? Вот, я переворачиваю нашу замечательную кусочку. Посмотри, вот это вот то, что нужно. Вот этого мы и добивались. И вот точно так же обжариваем всю поленту, которая у нас есть. Выкладываю на тарелку. И потом, конечно, будем сервировать с нашими куриными ножками. Курица тоже готова. Снимаю ее с огня. Осталось самое приятное. Достать наш замечательный имбирный кекс. Из духовки. Вот так очень удобно. Можно освободить его. Видишь, какой он получился? Это не пугайтесь, это пригорели вот остатки, которые были на стенках. На бумаге для выпечки. Он получился, видишь, мягкий такой вот. Вот и порезы, и липкий. Отрежу несколько кусочков. Чтобы было видно, какой он потрясающий внутри. Ты видишь? И еще горячий кекс я полью нашим замечательным вот таким вот золотистым карамельным сиропчиком. Вернее, не сиропчиком, а соусом. Посмотри, какой он гладкий, блестящий. То, что нужно. В поленте я выкладываю вот эти вот замечательные винные куриные ножки. Посмотри, какой цвет. Аромат. Просто мечта. Получившийся соус можно налить на поленту. Партнер нашей программы – партия сервиса «Абсолют». Партия сервиса «Абсолют» с душой и по-русски. Последний штрих – немного зелени. Вот такой сытный, вкусный обед у нас получился. Я хочу вам сказать, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь находить и пробовать приготовить новые блюда. У вас обязательно все получится. А эти и многие другие рецепты вы сможете прочитать в журнале «Домашний ресторан», а также увидеть на кулинарном портале «Кулинар24.de». А с вами была я, Ирина Журавлева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»